всем привет мои хорошие и у вас на экране прекрасный фаленопсис иероглифика вот такое вот красивое чудо назвали иероглифика потому что вот эти вот черточки тем кто его называл очень напомнили иероглифы и так он и получил свое название иероглифика у него прекрасная губа которая отличается по цвету она в нежно-сиреневый краб и она с мохнатой кисточкой на конце как зубная щеточка очень интересное чудо мне очень нравится эти вот зеленоватые защипчики у него на кончиках лепестков растет это чудо в дикой природе на филиппинских островах таких как лусон полило или полило полаван и минданао извините пожалуйста за ударение действительно вот всего не упомнишь и как по-настоящему правильно здесь ставить ударение я к сожалению не знаю но едем дальше этот фаленопсис можно увидеть свисающим с деревьев во влажных лесах на высоте до 500 метров над уровнем моря значит там где живет это чудо есть небольшое сезонное колебание температур так днем в среднем 31 32 градуса а ночью 23 24 летом зимой же днем 28 29 ночью 22 323 то есть в принципе колебания небольшие но не присутствуют так и что касается света то стандартное освещение для всех фаленопсисов если в цифрах 10 12 тысяч люкс так что еще касается по свету ну в общем то он не требователен единственное что световой день ему нужен хотя бы часов 12 а во время активного роста и цветения он будет очень вам благодарен если вы сделаете ему часов 14 и поверьте оно того стоит я на своих фаленопсисах проверила хороший свет ребятки это хороший фото синтез смотрите такие листочки у него растение еще очень молодое и хороший фото синтез это сами понимаете для растения все 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 он быстрее будет производить нужные ему вещества быстрее расти лучше и пышнее цвести но не забываем что когда мы меняем свет и улучшаем свет то мы конечно же и добавляем в поливе но это вы сами заметите растение начнет гораздо больше и лучше пить но это я уже отвлеклась от этой темы и так во время активного роста световой день увеличиваем до 14 часов влажности воздуха не требователен но при этом любит частый обильный полив и полив сразу же как только просыхают корни и субстрат то есть долго мы его сухим не держим не любит он долгие просушки любит частое поступление влаги но опять-таки всегда акцентирую на этом внимание фаленопсисы любят многие фаленопсисы любят более разрыхленный субстрат и опять-таки сейчас я говорю о видовых мы не берем во внимание гибриды тем более гибриды коммерческие которые вот я называю так те которые выведены на голландии и прочими странами для массового массовой торговли для цветения ему в принципе не нужно никаких танцев с бубнами достаточное освещение хороший световой день и перепады день-ночь в районе 8 градусов и он будет вас радовать это своими цветочками круглый год потому что опять-таки цвести он может в любое время года и несколько раз в год когда у вас уже хороший адаптированный крепкая домашняя картина то да цветение она вас может радовать много и часто интересная штучка на первый взгляд она бывает кажется блеклой но на самом деле очень интересный при ближайшем рассмотрении много интересных деталей шикарная губка фиолетовый краб и когда это хороший большой букетик то смотрится конечно волшебно это чудо у меня немножко из-за частых вот удобрений сейчас и частого полива по листу не очень красивый цветочек но все равно можно оценить потенциал растения вот такой хорошенький вот кстати он у меня как раз просох его уже нужно полить чем я сейчас и буду заниматься ну что ж надеюсь он вам понравился вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями в группах пишите комментарии в описании чуть не забыла заглядывайте в описании и конечно же спасибо всем кто досматривает видео до конца тут сейчас уже вылезли всякие подсказочки что еще можно посмотреть на моем канале теперь же точно все всем солнечных дней пышных цветений пока пока